Всем-всем огромный привет! Всем привет! Сегодня мы получили шикарную посылку сюрприз из Тюмени. Снова от нашей феи, от Оленьки. Оля, ты нас избаловала. На самом деле, было неудобно и дико радостно смотреть то, что ты прислала. Подарки были шикарные. Я некоторые средства просто пищала от радости. Настолько они интересные, классные, в красивых упаковках. Очень радовался и Максимка, потому что ты всегда не забываешь и про него. Ему перепадает тоже очень много всяких вкусняшек. Как уходовых, так и по-настоящему вкусных. Спасибо тебе, наше хорошее. Ты реально волшебница и выполняешь прямо наши прихоти, которые мы даже не успеваем придумать. Спасибо! Хочу поделиться тем, что нам прислала Оленька, потому что сердце ликует. Сегодня мы от Жаниной посылки еще не отошли. Жануля нам такую красоту мыльную прислала. А потом еще от Ольги пришла посылка. В общем, радости нет предела. Сердце ликует, голос дрожит, руки трясутся. Если можно так сказать, да? Да. Ну, давайте я покажу, что же нам прислала Оленька. Эмоции немножко шкалят, поэтому, прошу прощения, мы будем, наверное, подхихикивать от счастья. Первое, я хочу показать, это вот такой шампунь. Он против выпадения. Это новинки от Горинье. Они только-только появляются везде. У нас с касторовым маслом и миндалем. Обещает укреплять слабые и склонные к выпадению волосы. Натуральный экстракт. Без парабенов. Классный шампунь. 250 мл. Он такой кремовый. Густой достаточно. Буду с огромным удовольствием пользоваться. Спасибо. Спасибо тебе, моя хорошая. Ставь Максимка там ближе к себе. Он мне будет первый помощник. От Дуру. Никогда не видела гелия для душа от Дуру. Это океанический бриз. Освежающий. С очищающими микрочастицами. Вот эти микрочастицы, наверное, мы и видим. Тут еще такие пузырьки с ними. Да, это вот. Такие видно, да? Там и голубые, такие синие микрочастицы. И пузырьки. Как кислородные такие. Гель. Посмотрите, насколько густой. Мне кажется, им пользоваться будет одно удовольствие. И плюс впереди. Надеюсь, жаркое лето. Нас настигнет. Дождемся мы жары. И будем с огромным удовольствием пользоваться вот этой новинкой от Дуру. Аромат. Давайте скажу. Ой, аромат прямо морской, свежий, чистый такой. Бодрящий. Я не знаю, очень классный аромат. Ставь, Максим. Рядышком. Следующая. Следующая. Это гель Ухо для душа. Крем Карамбола. Карамболь даже называется. Я думала Карамбола, а тут Карамболь. С молочком Алоэ Вера и ароматом трофических фруктов. 250 мл. Вот такой гель от Невея я еще ничего не пользовалась. Ничем. Сейчас понюхаем. Карамболь это такой прием в игре. Да? Да. Ну, где нужный шарик. Какой он вкусный. Пахнет. Я не знаю, алоэ не чувствую, а вот трофические фрукты чувствую. Вкусный-вкусный. Прямо хочется скушать. На самом деле. Ставь. Следующая. Это просто вкусняха. В очень-очень красивой упаковке. Это имбирь и апельсин. Гелевый био-скраб для тела. Посмотрите, какая упаковка. Я на нее так долго любовалась. Разглядывала вот эту вот красоту. После использования этого солнечного скраба я, наверное, баночку оставлю. Чтобы в нее что-то переливать, пересыпать. Смотрите, какая красотень. А пахнет. Он так вкусно пахнет. Очень. Вот апельсин, имбиря почти не чувствую. А вот аромат апельсина вкусно-вкусно. Прямо ароматно. Вот эта апельсиновая карамелька. Да, да. Прямо вообще супер. Еще одна баночка. Тоже необыкновенной красоты. Тоже это скраб для тела. Упругости. Тонус. Я не называю фирмы, потому что я обязательно перевру. Перепутаю. Так, здесь вербена. И что-то еще. Так, сейчас, может быть, найдем на русском. Ну, кто знает, не русский. Те уже поняли, что это. Тростниковый сахар. Финиковая косточка. Порошок финиковой косточки. Масло шиши. Пловник, имбиря и бергамота. Имбирь и вербена. Вот имбирь. Вот это. Вот вербены и имбирь. Вот такой интересный скраб. Вот тут вербену я чувствую, но имбиря больше. Вот он такой интересный, красивый. Ну, вообще, упаковка. Многие знают, что... Многие также, как я, очень любят выбирать все по упаковке. Ольга это знает. Спасибо тебе, моя хорошая. Такие вкусняшки. Такие они красивые. С огромным удовольствием буду пользоваться. И третье средство из этой красивой серии. Это крем для тела. Розы и какао. Питание и тонус. Крем зафольгирован. Я пока открывать не буду. 200 миллилитров. И посмотрите, какая упаковка. Как красиво он смотрится. Сложно, мне кажется, пройти мимо такой упаковки, когда она продается, да? Прямо необычной красоты. Очень понравилось. Здесь еще так выглядит, будто это раскрашено красками. Да, да. Как будто это картина. Очень интересно. Следующее, что я хочу показать. Это тоже маленькая баночка от Organic Kitchen. Царевна Улыбашка. Это освежающий сухой скраб для лица. Органический цветок папайи входит. Свежая лимонная мелиса. Я хочу его открыть, потому что я его уже открывала. Он действительно сухой. Сухим скрабом я пользовалась только, который был у меня для ног. Розовенький. А для лица еще не пользовалась ни разу. Вы только посмотрите, как он выглядит. Это прям лепестки цветов. Да. Сверху легкая травка лепестки цветов. А там дальше вот этот скраб. Он как песочек морской. Легкий, легкий, легкий. И Макс тоже пальчиком хочет. О, как приятно. Вот это белый песок. Да, как будто белый морской песок. И скрабинки мелкие, мелкие, мелкие. Прямо вот как совсем размельченный песочек. То есть он будет очень щадящий. И не будет травмировать кожу лица. Вот такая красота. Единственное, что вот такие скрабы, я точно знаю, что их нужно отсыпать. Нельзя в них мокрыми руками погружаться. Иначе спрессуются в комочки. Поэтому я буду отсыпать и пользоваться отдельно уже. Макс у меня как первоклашка. Все, руку поднимает. Да, Максим из Усимов. Он такой пушистенький. Это прям как антистресс. Мягкий такой. Да, да, да. Дальше я по своим немножко пройдусь. Потом Максимка будет показывать свое. Уже радуется, ждет своей очереди. Оленька попала в Ифраше. И взяла мне две новинки. Она меня постоянно балует новинками от Ифраше. А я жадина такая. Все складирую в свои хомячьи запасы. Перебираю, любуюсь. Наслаждаюсь, нюхаю и прячу обратно. Ольга ждет, когда же Света начнет пользоваться. И присылает следующие средства. А Света их опять в хомячьи запасы. Оль, на самом деле, буду открывать. Буду пользоваться. Чуть-чуть понюхаю еще. Порадуюсь. И, конечно, открою. У этих средств очень хороший срок годности. Аж до 20-го года. И поэтому бывает, что я более горящие бутыльки беру в использование. А те, которые могут постоять, они у меня стоят. Но давайте расскажу, что тут за ароматы. Первый. От Ифраше гель для душа и ванны. Абрикос и розмарин. Пахнет просто бесподобно. Настолько приятный аромат. Я даже не поняла. Чем больше. Я и абрикос чувствую, и розмарин чувствую. Максимка носик чувствует. Ну-ка, давайте носик засунем. Чем пахнет? Я даже не очень понимаю. Похоже на персик. На персик. Но это абрикос. Это ты абрикос почувствовал. Давай так вот покрасивее поставь там поближе. И второе средство. Сейчас мы посмотрим гель для душа. Грибфрут и тимьян. Вот этот я вообще прямо нюхала долго-долго. Я, наверное, уже вынюхала весь аромат. Ну, на. Не буду уже твой нос впихать. О, как грибфрутом пахнет. Чистый-чистый аромат грибфрута. Вот тут тимьяна я не чувствую. Но грибфрут вообще прямо рулит и радует. Вот такой вот. Такая парочка классная. Ну, а теперь давайте будет Максимка со своей стороны показывать, что же приехало к нему. Вот такие вот птички. Angry Birds. Да, Angry Birds. У нас есть. Раньше Angry Birds делали бутыльки с головками от птичек. Здесь даже сзади написаны их имена. А, это голубяшки. Голубцы. Да, вот. The Blues. Голубяшки. Да. Этот шампунь ледяная мята охлаждающая. Сейчас как раз у него в птичке он уже подходит к концу. И что мы потом сделаем? Перельем. Да, мы потом просто перельем. Причем, знаете, интересно, что в птичках-то, по-моему, мне кажется, 200 мл. Я могу ошибаться? Но сейчас Angry Birds сделали 250. Мне кажется, объем стал побольше. И вторая птичка. Это Ред. Это Ред. Я уже давно знаю его имя. Да, это гель для душа уже. В него входит имбирный чай с корицей. Он мой любимый. Да. Потому что он энергетик. Ух ты. Да, в птичке в красной было написано еще энергетик. Вот так. А это сзади написано еще. Энергетик серии Angry Birds. А, да. Вот здесь вот есть это название. Рад? Очень. Очень рад. Спасибо, Оля. Огромное. Огромнейшее. Я так обрадовался. Я сначала грустил. Он закончился. Ну вот. Он мне так и нравился. Ура! Да, новый приехал. Я как раз в магазине такие видел. Да, он у меня просил даже купить. А мама жадина такая не купила. Туда подальше ставь. Да. Во. Не-не-не. Во. Всем видно? Вот так. Всем видно. Ну что ж. Идем дальше. Что же еще? Ну давай показывай, Макс. Уж больно хочет свое сладкое-то. Вот такая вот шоколадка. Очень молочный шоколад. Вот так вот. Ой, какой он вкусный, наверное. Наверное. Я попробую, тебе расскажу. Давай дальше. Что еще? Вот это вот я на него долго смотрел. Где же ты на него смотрел? Ну сейчас. А-а. Он такой красивый. Это карамель. Да, это карамель и арахис. Тоже очень молочный шоколад написано. Вот такая Россия. Щедрая душа. Щедрая. Очень щедрая. Это они про Ольгу написали. Это орео вместе с шоколадом. Да. Вот такое вот печенье в шоколаде в молочном. Оля, спасибо. А это такое самое необычное. А вот необычное. Сейчас я, подождите, чуть-чуть скажу. Совсем недавно Ольга ездила в отпуск к родителям. Она ездила в Сызрань. Это Самарская область. И привезла шоколадку Максимке прямо из самой Самары. Это даже не шоколадка. Это шоколадная плитка. Вот. А за ней какой-то рисунок здесь начинается он. Еще его на ощупь чувствую. Да. Смотрите. Это молочный шоколад самарский. Вот так вот он выглядит. И вот такое. Прямо оно как плитка ложит. Да. На самом деле. Тут нет никаких делений. Ну, здесь есть рисунок посетения. Но вот под бумажкой видно, да, что есть. Рисунок. Рифленое, да, да, рисунок есть. Наверное, вот такой вот. Ну, какой-то очень интересный, судя по всему. И плитка такая, знаете, увесистая, по весу-то. В ней, наверное, грамм 150, мне кажется. А здесь сколько? А куда можно? А 200, мне кажется. Вот это 200, наверное, и есть вес. А это сколько? В тех 100. Оля, спасибо тебе вот за такой приятный-приятный сюрприз. Спасибо, что ты вспомнила и привезла нам даже из поездки. Ну, показывай. Кто хочет арбузик? Я. Спасибо. Покажи. Вот такой мне Макс арбуз только что подарил. Нам. Нам? А, ну вот так вот. Только я обрадовалась. Вот такая вот еще карамелька была. Ну что ж, теперь моя очередь. Хорошо. Давайте я вам покажу мыло. Раз Макс сладости свои, я давайте свое удовольствие покажу. Первое мыло у нас было из серии душистое облако с ароматом розы. Вы знаете, оно очень вкусно пахнет розой. И у нее такая красивая вот упаковка, что одной упаковки достаточно уже. И не важно, как пахнет мыло. Очень приятное, очень красивое. Оленька, спасибо. Я хочу чуть-чуть тут расправить, чтобы у нас уместилось все. А то я так боюсь, что мы поставили настолько широко, что не уместим следующие продукты. Вот так вот. А здесь еще много. Очень много. Да, поэтому не уходите далеко. Еще будет интересненькое. Дальше. Мыло. От Палмолив. Роскошь масел. Сюда входит масло макадамии. Оно подходит для лица и для тела. Вот такое мыло нам присылала недавно Жануля. Ой, Жануля, говорю, Оксана. Посылка была только что от Жаны. Оксана. Ксюша, привет тебе огромный. Большое-большое спасибо. И теперь одно из этих кусочков пойдет у нас в запас в нашу коллекцию. А второе мы с огромным удовольствием положим в мыльницу. Потому что оно очень-очень вкусно пахнет. Кто знает аромат макадамии, вот это мыло пахнет именно печеньками. Вот как пахнет сама макадамия. Ух ты, я не знала, что оно так пахнет. Да, очень-очень вкусно пахнет. А, значит здесь оно чувствовалось. Ага. Я не понял, что это было. Следующее. Это уже от Невской косметики кусочек мыла. Вишневый сад. Очень вкусно пахнет вишенкой, вишневыми косточками. Ааа, такой же кисловатый запах вишни. Да, да, да. Прямо как настоящий вишня аромат. Очень вкусный. Мы в прошлом году делали вишневый варенье. Да. И камей. И камей. Камей это мыло с ароматом розы. Утонченный аромат алых роз. Ну, давай. Ааа. Макс-то каждое мыло. Ахает. Но самое классное мыло приехало к нам вот в таком вот пакетике. Давайте я вам покажу этот кусочек. Вот тут аромат розы просто бесподобный. Его отрезали. Тут было, наверное, сердечко. I love you. Ну да, судя по всему, тут было сердечко, но оно продается вот такими вот брусочками. Да. Аромат просто бесподобный. Настолько вкусно пахнет свежей розой. Тут аромата мыла я не чувствую вообще. И вот такая вот идет надпись. Люблю тебя сильно. Как бы ни была горяча ваша любовь, скажите о ней на... Так, давайте вот так. На красноречивом, да? Языке роз. Девочки, я не неграмотная. У меня зрение плохое. Здесь написано love you very. Люблю тебя сильно. Наверное. Здесь вот так. Love you very. Да. Так что вот этот кусочек мы кладем сверху. И я хочу показать еще... Так, найти бы где он. Нет, еще не нашла. Вот тут так много всего, что сразу-то, конечно, сложно найти. Хотела магнитик сразу показать. А где он? Вот надо искать. Где-то тут. Давайте я вам покажу маски, какие ко мне приехали. В прошлой посылке Оля присылала маску вот из этой серии. Она очень смешнючая. Видите, у нее есть... Сейчас покажу, вторую руку освобожу. Закрепители за ушами. Это очень-очень смешно смотрится, когда вы это все дело крепите за ушами. У меня муж хохотал все 20 минут, пока я с ней находилась. Да, 20 минут. Вот такая маска приехала ко мне, выравнивающая тон. Она обещает мотировать кожу и снижать, сужать поры и освежать. Вторая маска. Опять с розой. Обожаю я дочу аромат розы. Маска для лица идет уже увлажняющая. Увлажняет, тонизирует, придает коже упругость. Вот такая вторая маска. Классная. Это, мне кажется, новинки какие-то. Третья маска. Манго. Очищающая маска на основе грязи и мертвого моря. Их тут две штуки в Саше. Вот так вот они смотрятся. И от Head & Shoulders шампунь против перхоти. Вот такой вот пробник. Объем от самых корней. Так что с удовольствием попробуем. Такую мы не покупали. Наверное, это новинка. Максимка нашел магнит. Вот так оно смотрится. Этот магнит. Как будто на стене из кирпича. Вот этот город Сызрань. Который находится в Самарской области. Здесь еще смешно. То, что памятник помидору. Да. Знаете почему памятник помидору? Потому что помидорный край это. У них даже проходят ежегодные такие вот. Состязания? Вот видите. Ярмарки. Да. Помидорные разные состязания. Закидай помидорами. Мне Ольга писала об этом. Так. Я вам поближе просто пытаюсь показать. Какие тут достопримечательности. Кому памятники. Вот такой класснючий магнит. Из путешествия Оленькиного. Спасибо тебе Оль. Это очень приятно на самом деле. Также в посылке были с красивой хрюшкой платочки. Это нашему мальчику. Который любит. Который дружит с насморком. Макс мне подает следующую свою. Как подарок. Как это называется. Это пластилин. Пластилин вот с таким милым котиком. Милейшим. Да. 12 цветов в этом пластилине. Будем лепить. Следующий подарок для Максимки. Это набор шариковых ручек. 6 неоновых цветов. Очень яркие, красивые цветы. Цвета. Я вообще заговариваюсь. Это от радости у меня часто так переклинивает. Вот такая красота. Спасибо Оль огромное. И к этим ручкам они приехали не одни. Они приехали вот с такой класснючей раскраской. Цветы и мечты для хорошего настроения. Давайте откроем, посмотрим. Вот так вот красиво смотрится. Он даже как альбомчик. На спиральке. Перелистываешь. И вот такие цветы мы будем рисовать такими ручками. Будешь рисовать? Да. Будет. Вот такая красота. Спасибо тебе, Оля, огромное. Я даже вот до речи потеряла, когда это все увидела. И он у меня до сих пор не восстановился. Следующее, что я хочу показать. Это, ну, Света и ежедневники. Это что-то неразделимое. И Максик. Да, да, да. И Максик неразделимый. Вот такой классный блокнот. Книга для записи называется. Вокруг света это Венеция. 80 листов. Очень красивый сюжет. Ну, как место в Венеции. Это что-то такое старинное, мне кажется. Очень красивое такое здание. И давайте я покажу, как выглядит внутри. Крупную клетку. Очень удобно писать. Клетка не очень яркая. И с огромным-огромным удовольствием будем использовать. Ну, давайте еще покажу кое-что очень интересное. Мыло мы любим. И к нам приехала вот такая коробочка. Азбука косметики. Называется Я делаю мыло. Набор для создания домашнего мыла. Не так давно нам с Максом подарили наборы, чтобы делать бурлящие шарики. Чуть раньше мы с Максом делали мыло. К нам приезжало тоже маленький набор, чтобы сделать мыло. Но у нас оно тогда не очень получилось. Ну, и теперь у нас будет возможность попробовать сделать его еще раз. Вот здесь надо открыть. Ну, открой пока. Мы посмотрим, что же там. А эта наклейка была на одном из наборов. Вроде червяков. Да. И вот такой шикарный набор у нас будет. Кстати, тут написано 10 с плюсом. Прямо вот как раз для нас. Ровно-прямо. Да. Вот, Максимка открыл. Давайте мы посмотрим, что сюда входит. Тут, наверное, инструкция. Ой, формочка какая интересная. Вот такая формочка. Стаканчик. Ну, и дальше идут там мыльные основы разные. Красители. И вот еще что-то. И перчатки. Так что будем создавать мыло с огромным-огромным удовольствием. Спасибо тебе огромное-огромное, Оль. А здесь даже инструкция есть. Да, и с этой стороны есть инструкция. Так что будем сами варить себе мыло. Только начала инструкция, это прочитать инструкцию. Так, прячем. Коробочку нашу прячем. И сейчас покажем, что же было еще у нас в посылке. Так, чтобы было все видно, хочется. А не умещаемся уже. Вообще в посылке были даже вот такие классные пакетики. Один от Ифраше. Поставь он там. Хорошо. А второй вот такой красивый. Посмотрите, как он смотрится. С цветочками. С этим пакетиком можно ходить. Вот, как сумочка такая. Да, как сумочка. Так, как смотрится. Так. Дальше. Это еще не все. Я сейчас даже отъеду. А то мы уже не умещаемся. Я самое интересное оставила ведь на конец. Поэтому не уходите. Были вот такие классные полотенчики. Одно вот такое полосатик. Очень приятное. Второе. Вообще красота полная. Даже написано пляж. О, Крым. Крым. И сейчас мы покажем вам, какие две класнючие коровы. Вот так вот они отдыхают на пляже. Ну и здесь написано Турция. Вот такое у нас солнце вышло. Вы посмотрите, полотенце у нас даже сегодня весь день льет дождь. И вышло вот такое красивое-красивое солнышко. Оля, ты нам прямо солнышко прислала. Наверное, будет радуга. Да, может быть. У нас каждый день почти радуга после дождя. И вот такое еще было полотенчико от Эфраше. Оно сложено. Я его не буду открывать. Оно сложено, скорее всего, в четыре раза. Вот такая красота. Оно еще очень мягкое. Да, оно прямо нежное-нежное. Мягкое-мягкое. Даже через запаковку. Ольга в каждой посылке присылает нам открытки от художницы Кирдей. Или Кирдей, я не знаю. По-моему, Виктория Кирдей ее зовут. И в этот раз приехала вот такая красота. У нас уже собирается целая коллекция таких красивых открыток от Оли. Очень приятно. Спасибо. Это прямо даже как-то получается, сколько посылок, столько и открыточек. Так классно. Давайте ее вот сюда поставлю, потому что это прямо сплошной позитив. Еще Ольга прислала вот такой журнал от L'Etoile, Christian Dior. И он, посмотрите, какой толстый. Я так уже его полистала немножко. Очень мне понравилось. Я буду его повнимательнее смотреть, потому что он интересный. Тут так много сказано о разных средствах. Многие для меня незнакомые. Да почти все незнакомые. Мало чего я тут пробовала и знаю. Поэтому с огромным удовольствием буду листать и узнавать, что же тут написано интересное. Смотрите, как интересно. Ну, какая девочка не любит вот такие журналы о косметике, о красоте. Я вхожу в число таких девочек, которые любят. Ну и последнее, что же я оставила. Наконец. Помните, мне Ольга совсем недавно прислала зеленую красивенную сумку с цветочками. Я ее с огромным удовольствием ношу. Она мне очень-очень нравится. Она такого сочного цвета. И для меня это просто как позитив в это серое время года. Солнца почти нет. Все дожди идут. И сегодня ко мне приехал второй позитив. Посмотрите, какая сумка. Какая она классная. Какая она красивая, яркая, летняя. Вся с карманами. Такая прикольная. Да, у нее даже сами застежки какие интересные. Оля, спасибо тебе огромное. Она мне так понравилась. У нее есть и основная ручка, и ремень через плечо. Давайте я покажу, как она выглядит внутри. Внутри у нее есть карман на молнии. Основное отделение. Вот такой еще карман. И сам этот карман тоже является карманом на молнии. Плюс у нее и по стенке идут два вот таких красивых, нужных кармана. Очень, Оль, понравилось. Честное слово, я сегодня не могла собраться с мыслями, чтобы снять посылку, потому что слова путаются. Я не просто так заикаюсь, запинаюсь, потому что голос реально дрожит. Потому что получать такие шикарнейшие подарки очень трепетно. Я не знаю, у меня эмоции просто шкалят. Никогда не привыкнешь к тому, что тебе делает кто-то добро, потому что оно, не знаю, оно, мне кажется, его трудно переоценить. Спасибо тебе, Оль, большое. Я прям даже волнуюсь, пока говорю. Вот такой шикарный был сюрприз. Огромный, просто огромный. Спасибо тебе, Оленька. Ты наша фея. Это просто даже слов нет. Благодарности, чтобы выразить тебе все, что мы сейчас чувствуем. Будем с огромным удовольствием всем пользоваться, отнимать у своего хомяка из запасов. Но если не отнимем, то обязательно мы у него все вынюхаем. У какого? Это когда запасы складываешь, называешь, что все своему хомяку складываешь. Мне, кстати, и подписчики спрашивали, кто такой хомяк. Это я же. Это я же. Это моя сущность вторая. Точнее, твои запасы. Да, это мои запасы хомячьи. Огромное спасибо всем за внимание, за просмотр. Вы знаете, у Ольги нет канала, поэтому настолько бескорыстно она делает то, что высылает по ссылке. Поэтому ссылку я дать не могу. Рассказать про нее больше не могу. Поэтому вот такая моя фея остается у нас всегда в тени. Она даже не зарегистрирована на ютубе, и ее нельзя вычислить или увидеть в комментариях. Спасибо огромное. Спасибо всем, кто был с нами, кто радовался с нами. Простите, что были такие мы немножко рассеянные. Терялась я в мыслях. Они у меня еще долго будут путаться от радости. Всем пока. Всем до новых встреч. Всем пока.